Моя ненаглядная девочка, 49 серия. Думаю, что вам и мне не следует сводить счеты сеньора, потому что вы мне должны намного больше, чем я вам должна. Может быть, именно поэтому ты не держишь свое слово. Мне кажется, что вас плохо проинформировали. Так вот, знаешь же, что я великолепно информирована. Ты не только вмешалась в жизнь моего сына, но к тому же убедила его развестись с Эсабель. Позвольте мне поправить вас, сеньора. Эстебан решил развестись. Я его ни в чем не убеждала. И ты думаешь, что я такая наивная, чтобы поверить во что-либо подобное? Нет, что вы никакая вы не наивная. Просто произошли вещи, в которые сложно поверить. Есть вещи, которые разрушили этот великолепный план, который вы придумали, чтобы разлучить Эстебана и меня? А это, полагаю, должно быть очень тяжело для тех, кто привык играть с другими. Единственное, что здесь произошло, это то, что ты продолжаешь пытаться разрушить жизнь моего сына. Единственное, что я сделала и буду делать ради Эстебана, это любить его всегда. Так что я готова отказаться от него. Скажите мне, вы бы сделали что-либо подобное, сеньора? Правда. Мне сложно это признать, но ты прав. Я не могу продолжать эту борьбу с Камилой. Кроме того, слушай. Она всегда меня обыграет. Она моложе и не больна. Послушай меня, послушай меня, бабушка. Она никогда тебя не обыграет, потому что честь на твоей стороне. Честь, сынок. Очень часто не имеет даже смысла защищать честь. Но ты прав. Я устала. Но меня очень злит, что эта преступница обыграет меня. Бабушка, она этого не сделает. Она этого не сделает. Я раскушу любой ее трюк. Потому что если она думает, что тебя никому защитить, то это ее самая большая ошибка. Любовь моя. Да. Любовь моя. Я так рада это слышать. Ты говоришь в точности, как Хуан Баутиста. Но это... В это невозможно поверить. Почему? Ведь в конце концов, ты моя бабушка. Ведь так? Конечно, сынок. Конечно. Ай, Эстебан. Ты даже не представляешь, как мне было больно читать дневник моего сына. Таким образом, как видите, сеньора, вам не нужно сводить со мной так уж много счетов. Но я признаю, что все было бы по-другому, если бы я не поговорила со Шварцем. С кем? Вы правильно расслышали. Со Шварцем. Врачом Эстебана. Так ты разговаривала с ним? Как вы понимаете, в данной ситуации мне было немного сложно поверить вашему слову. Поэтому я хотела сама во всем убедиться. В таком случае ты понимаешь, что это не моя уловка. И что Эстебан действительно находится в опасности. Поэтому им... Только поэтому я отказываюсь от этой новой возможности, которую дала нам жизнь. Отказываешься? Я не верю. Я сделала то, на что не думала, способна. Я сделала кое-что, чтобы Эстебан меня ненавидел. И ему было бы легче отказаться от меня. Я думаю, что вы в курсе того, что произошло в офисе консорциума. Да, я в курсе того, что ты превратила моего сына в бойцовского петуха на глазах у всех его подчиненных. Если Эстебан будет ненавидеть меня по этой причине, вы должны быть мне благодарны. Проблема в том, что я тебе не верю. По-моему, это все театр, и у тебя совсем другие планы. Зачем же в таком случае ты хочешь развестись со своим мужем? Ну, видите ли, это мое дело, и только мое. Это? Правда? Как напряженно. Да, конечно, правда. Ты даже не представляешь объем нефти, которым располагает сельва. Да, но нужно рассчитывать на Бога и его помощь, чтобы разбогатеть на ней, потому что это сырая нефть. Я тебе уверяю, что консорциум прекрасно знает, что делает, и очень скоро они заработают много-много денег. Как? С помощью новой эксклюзивной технологии. Очень скоро забьют фонтаны нефти, заливая землю. Что ты такое говоришь? Это неправда, комиссар, неправда. Мой сын никакой не преступник, и уж, конечно, не наркоман. И позвольте мне сказать кое-что, я этого не позволю. Потому что все это пачкает не только имя моего сына, но и имя всей моей семьи. Мы понимаем вашу реакцию, доктор Ленарис. Но вы должны быть знакомы со всеми процедурами в таких случаях. Вашему сыну предъявлено очень серьезное обвинение не только в хранении наркотиков, а в том, что девушка оказалась на грани смерти из-за него. Доказательства, комиссар, доказательства. Единственное преступление, которое совершил мой сын, это то, что он отвез эту девушку в клинику. Послушайте, вы думаете, что если бы он был виновен, он был бы настолько глуп, чтобы засветиться таким образом? А что, если он просто пытается вести себя наименее ожидаемым способом, доктор? Может быть, он не подумал о последствиях, а может быть, решил, что так его ни в чем не заподозрят. Возможно, любые варианты. Выслушайте меня внимательно. Мой сын не наркоман. В конце концов, анализ был отрицательный. Что еще вам нужно? Это доказывает только, что он сам не употребляет, и все. И мы продолжим расследование. Послушайте, я понимаю ваше волнение и ваше отчаяние. Но скажите мне откровенно, вы в курсе всего, что делает ваш сын? С кем он встречается, с кем общается? Вы считаете, что не существует ни малейшей возможности, даже если и очень далекой? Я полностью доверяю своему сыну. Сожалею, доктор. Но у нас есть заявление этой девушки. И она обвиняет его в том, что он дал ей наркотики, которые чуть не явились причиной ее смерти. Да что ты говоришь? Могу себе представить. Ты собираешься развести, чтобы... Это не имеет ничего общего с Эстебаном. Конечно. И что ты думаешь, подумает Эстебан, если он узнает обо всем этом? Ему не обязательно знать об этом. Я ему этого не скажу. Я думаю, что ни вы, ни Сабель этого так же не сделаете. Это вам не выгодно. А я думаю, что ты собираешься сеять надежду в сердце моего сына и продолжать играть с ним. Вот то, на что ты надеешься. Ай, сеньора, такая игра может быть интересна вам, но не мне. Почему? Может быть, ты лучше меня? По крайней мере, я хотела сделать Эстебана счастливым. А вот вы, наоборот, отобрали у него счастье. И на этом вы не успокоились, вы скрыли от него правду о самых важных людях для любого человека. Не говори мне, что ты – это по-настоящему важный для него человек. Скажите мне кое-что, сеньора. Кто настоящий отец Эстебан? Перевод Мульяна и Грета 69, озвучка Мария, 49, Атея. Как ты осмеливаешься спрашивать меня, кто отец Эстебана? Кто ты думаешь, ты такая? Ответьте мне. В этом нет никаких сомнений. Эстебан, сын Хулио Оливареса, моего мужа, поняла? Нет, не поняла. Не понимаю, как. Если ваш муж, сын Хулио Оливарес, был не способен иметь детей. А откуда ты взяла такую ерунду? Ты не удовольствовалась тем, что ты сделала, так ты еще хочешь запятнать память отца моего сына? А вы знали, что ваш муж вел дневник? Кто тебе это сказал? Откуда ты это знаешь? Его нашли, когда разбирали дом Оливареса в Матурине и привезли его до Никонсуэла. Это обман, ты меня обманываешь. Нет, моему сожалению, единственный эксперт по обманам здесь – это вы. А сейчас уходите. Уходите из моего дома и не возвращайтесь. Хорошо. Вот в двух словах. Знаешь, как нагревают шоколад, чтобы он растекался. Таким образом, это и было. Секретное оружие, которое упомянуло Эстебан, когда они выиграли Сельву. Полагаю, что так. Потому что тот, у кого есть секретное оружие, консорциума Диас Антони, станет основным производителем нефти в стране? И кто же сделал это изобретение? В чем дело? Мы еще не поговорили об этом. А я уверена, ты готова заплатить немало. Мне нравятся люди с амбициями. Знаешь, они правят миром. Они заполняют его адреналином, и жизнь становится не такой уж и скучной. Тебе это кажется достаточным? Зависит. Зависит от чего? Если это единственная проплата, должен признать, что это очень мало. Камила, на кону в консорциуме у меня слишком много. Такая работа, престиж, продвижение. Поэтому я каждый месяц надеюсь иметь на своем счету сумму, похожую или равную этой. Вот мой банк. Вот мой номер счета. В обратном случае, мы не сработаемся. Согласна? Будет так, как ты говоришь, Рандончик. Ну так как? Скажи мне, кто он этот гений? Фернандо Гарсия. Привет, Эстебан. Я ждал тебя. Ты это видел? А, да. Конечно, видел. Ты представляешь, как должна себя чувствовать Камила Оливарес? Как змея, которая укусила себя за хвост, Фернандо. Да, точно. Слушай, пока не забыл. Марича оставила это для тебя. Что это? Не знаю. Моему компаньону сообщнику Камила. Это женщина, настоящая гарпия. Посмотри. Спасибо. Извини, что не пришел раньше, но я только что узнал. Полагаю, что я должен поблагодарить тебя за визит. Да еще в такое место ведь так. Но, к сожалению, ты все еще не можешь уйти отсюда. Твое дело запутанное. Они не смогут меня ни в чем обвинить, я не виновен. Сынок, пожалуйста, пойми, что в этой ситуации всем нелегко. И что, прежде всего, несмотря ни на что, самое главное для меня – это твое слово. Почему ты не скажешь прямо, Хуан Мануэль? Что ты хочешь узнать? Я? Все, что мне нужно знать – это действительно ли ты связался с наркотиками. Да или нет? Камила сумасшедшая, Фернандо. Как мне пришло в голову сделать эту фотографию? Что она задумала? Очевидно, что ничего хорошего, Эстебан. Ничего. Может быть, она собирается шантажировать меня этим? Не знаю, но эта фотография может стать проблемой. Не хочу даже думать, если эту фотографию сделал какой-нибудь репортер желтой прессы. Ты представляешь, что будет, если он опубликует ее в газете, в какой-нибудь из этих колонок со сплетнями? Нет, 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 даже не упоминай, Фернандо. Это было бы невозможно объяснить Кристоболю. Привет. Привет. Как дела? Что это, Эстебан? Что это значит? Почему ты целуешься с Камилой? Просто великолепно, так? В чем дело? Или ты сошел с ума, Эстебан? Хорошо, я думаю, что будет лучше оставить вас наедине. Да, хорошо, мы расстаемся. Но я думаю, что я заслужу хотя бы немного уважения. И сабель, не, обвиняй только его. Во всем виновата Камила Ливарес. Только Камила? Она что, тебя обязала, вынудила? Что? Хорошо, хорошо, сеньоры, извините. Ответь мне. Если ты позволишь объяснить тебе, я могу сказать, что это была ловушка Камилы. Для моего сообщника и компаньона. Эстебан, сообщника в чем? Эстебан, не смейся надо мной. Не передавай того доверия, которое я предоставила тебе. Я оставляю работу здесь, в консорциуме. Ты меня уже предал один раз, Мария Делалус. Пожалуйста, что это значит? Что ты так же собираешься предать моего отца? Ну, я не знаю. Меня это даже не впечатляет. Я так и знал, что ты обвинишь меня во всем. В конце концов, что я для тебя в этой жизни? Если не просто кучка мусора. Ради бога, Федерико, не надо так. Выслушай меня. Что еще ты хочешь, чтобы я выслушал? Что еще ты хочешь, чтобы я выслушал? Скажи мне сам. Что я могу ожидать от других, если ты первый в мне не веришь? Ну, конечно, конечно. Ты должен не верить мне, потому что ты меня не знаешь, так? Ты никогда не знал меня? И знаешь что? Я просто потерял время, сказав, чтобы позвонили тебе. Ну ладно, извини за беспокойство и, может быть, свободен. Иди сюда. Выслушай меня внимательно. Сейчас не время для упреков. Потом у тебя будет время, чтобы сказать мне все, что ты думаешь. Но сейчас самое главное вытащить тебя отсюда. Не беспокойся больше обо мне, хорошо? Отсюда я выйду. Рано или поздно, но выйду. И знаешь почему? Потому что я ни в чем не виноват, понимаешь? Выслушай меня. Эта девушка сделала против тебя заявление. Она обвинила тебя в продаже наркотиков и в том, что она употребила наркотик, который ты ей дал. Нет, Лаура не сделала такого самой. Она обманывает папа. Я не имею ничего общего с наркотиками, ясно? Она вдумывает. Я не знаю, что у нее заставило говорить такую ерунду, понимаешь? Все, все, спокойно. Все проснится. Федерико, пойми. Сынок, ты не один. Как грустно, когда ты не можешь никому доверять. Сейчас понимаю. Сейчас понимаю высокомерие Стебана и этот интерес консорциума в Сельве. Конечно. Но ты не получишь эту премию, братец. Потому что я не только сделаю месторождение нефти первым местом в нефтедобыче в этой стране, но я также займусь и Сельвой. Чтобы у тебя не было ни второго, ни третьего, никакого другого места под солнцем. Принеси мне немедленно папки с докладами Луиса Альфреда. Фернандо Гарсия. Фернандо Гарсия. Не припомню это имя. Ладно. Я отдам все деньги, чтобы заполучить этого кретина. А если нет, я удвою наживку. Слушай, Габриэль, ты что думаешь? Ну так просто можешь приходить и уходить, когда тебе захочется. Сделай удолжение и уходи, ладно? Посмотрим. Захочешь ли ты, чтобы я ушел, если дело касается твоего сына? Федерико? Что с ним? Хорошо. Ну что ты о нем знаешь, никчемный? Федерико в тюрьме? Что? Камила воспользовалась состоянием, в котором я находился. Исабель, ты меня видела? Да, это правда. Я даже не знаю, как случился этот поцелуй и как появилась эта фотография. Наверняка она заплатила фотографу. Но ты видела состояние, в котором я находился, я ничего не помню. И ты сама отвезла меня домой, Исабель. Это была ошибка. И, ну, злость заставила меня выпить лишнего, но только и всего, Исабель. Ай, что с тобой? Ты мне не веришь? Нет, дело в том, что... Я вижу тебя, Эстеба, и мне так грустно. Мы не смогли сохранить многое. Ладно. Ради бога, Исабель. Да, да. Видите, было достаточно сесть в самолет до Бостона и уехать. Уже не имеет смысла говорить об этом, Исабель. Знаешь, тогда я как будто бы предчувствовала все происходящее. Я всегда говорила тебе держаться подальше от твоей двоюродной сестры. Ты сама это сказала. Она моя сестра. Я также думала, что здесь мы не будем счастливы. И видишь, я думала, что ты меня бросишь. И ты меня бросил. А сейчас я не могу жить без тебя, Эстеба. А ты не можешь жить без... Нет, 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 ничего не говори, Исабель, не говори. Я научусь жить без нее. Когда научишься, я буду благодарна, если ты научишь меня. Правда? Потому что я тоже хочу научиться жить без тебя. За руки. Раз, два, три. Все впереди. Привет. Здравствуйте, тренер. Как вы? Очень хорошо, спасибо. Где Себастьян? Себастьян ушел минут 10 назад. С кем? С Алехандро? Ну, я не знаю. Как это вы не знаете? Себастьян только подошел ко мне, чтобы сказать, что он уходит, потому что за ним кто-то пришел. Я думала, что это вы, но, к сожалению... Что я могу делать, если ребенок подходит и говорит? Но ребенок находится под вашей ответственностью. Как вы это не знаете? Здесь есть телефон? Вон там, около туалета, есть телефонная будка. Спасибо. С ним ничего не случилось. Успокойся, успокойся, Мария Далалус, успокойся. Наверняка он уже вернулся домой с Алехандро. Это была просто ложная тревога. Алло, тетя, Себастьян приехал? Нет. Что-то случилось? Его нет на стадионе, тетя. Алехандро не звонил, чтобы сказать, что он его встретит. Ты действительно его хорошо смотрела? Может быть, он с кем-нибудь своих друзей? Нет, Себастьян, его здесь нет. Его здесь нет. Я тебе перезвоню. Как такое возможно? Я в это не верю. Здесь какая-то ошибка. Мой сын не может попасть в тюрьму. Моя племянница не может быть жертвой ошибки. А только плохих намерений твоего сына? Его плохих привычек, его пороков. О чем ты говоришь? Что ты имеешь в виду? О том, что пока ты беспокоишься о том, что твой сын в тюрьме, моя племянница находится в больнице. А какое отношение она имеет к Федерико? Нет, нет, так ничего. Только то, что твой сын дал ей слишком большую дозу, которая ее чуть не убила. Это не может быть правдой. Хочешь на нее посмотреть? Наверняка ей захочется познакомиться с матерью и того, кто сделал все это. Все, хватит. Знаешь что, Камила? Молись. Молись, чтобы с моей племянницей ничего не произошло. Потому что в обратном случае ты превратишься в мать убийцы. Никогда больше не осмеливайся говорить мне такое. Ты понял? Ты мне заплатишь за каждую пощечину. За каждое оскорбление. Очень скоро ты узнаешь, на что способны мы, тараканы. Полиция! Давайте, двигайтесь, двигайтесь. Осмотрите все. Похоже, это то место, где Ленарис держит товар. Здесь ничего. Подожди немного. Осмотри внимательно. Ай, дружочек. Смотрите. Вот он вправду попался. Смотри, ну как. Вот он и у нас в руках. Теперь ты не отмажешься, Федерико Ленарис. Инженер Рандон не может уделить вам внимания в данный момент. Но я же говорю, это срочно. Скажите ему, что звонят из дома. Я знаю, но дело в том, что инженер Рандон на совещании с президентами. Я не могу их прервать, к сожалению. Что делать, боже, что делать? Ну, оба это преодолеемы, Сабыль. Перестань, не плачь. Знаешь почему? Потому что даже во всей этой неразберихе, которую я создал, ты вела себя как настоящая леди. Что поделаешь? Я отвечу, ладно. Алло. Да, да. Соедини меня, Марича. Случилось что-нибудь плохое? Нет, нет, совсем нет. Поговорим позже, хорошо? И могу я пригласить тебя поужинать? Да, да, да. И потом поговорим. Хорошо, я ухожу. Алло? Эстеба, извините, беспокойство, но у меня экстренная ситуация. Себастьяна нет на стадионе, и мне нужно срочно поговорить с Алекандро, чтобы узнать, приходил ли он, чтобы его встретить. Мне сказали, что он на собрании, и меня не могут с ним соединить. Ты можешь мне помочь, пожалуйста? Конечно, да. Где ты сейчас? На стадионе. Поезжай домой. Я займусь этим. Успокойся, ладно? Христобаль, ты видел Алекандро? Я его отослал по поручению в министерство. Зачем он тебе нужен? Что-то случилось, мне нужно было задать ему несколько вопросов по поводу Сильве. Кое-что срочное, но никаких проблем. Я скажу Мариче, чтобы она звонила на его сотовый. Я думаю, вы не понимаете, комиссар, с кем вы разговариваете. Я прекрасно знаю, с кем я разговариваю, сеньора, с матерью подозреваемого. Осторожней, комиссар, осторожней. Послушайте, я напрямую разговариваю с президентом республики. Очень хорошо для вас, сеньора, но процедуры этого комиссариата из-за этого не меняются. Ведь вам очень нравится здесь работать, а? Послушайте, я дам вам один совет, сеньора. Если вы хотите выйти из этого наилучшим способом, не нужно здесь никому угрожать. Я вас уверяю, что никогда не угрожаю напрасно, комиссар. Полагаю. Комиссар, можно? Так, что ж... Так вот, когда будете говорить с президентом сеньора, не забудьте сказать, что в результате рейда в то место, где находился ваш сын, было найдено это. И это то, что мы называем доказательством, сеньора. Морича, мне необходимо, чтобы ты нашла Олехандра Рандона. Звони ему на сотовый. Если он отключен, скажи кому-нибудь, чтобы его нашли в министерстве, хорошо? Сейчас же инженер на идее, Олехандра, сейчас, очень срочно, Морича. Хорошо, хорошо. Это должно быть кто-то, кто хочет навредить мне и моей семье. Послушайте, комиссар, мой сын не имеет никакого отношения к наркотикам. У меня много врагов в деловом мире. Среди них есть те, которые меня ненавидят, и которые сделают все, чтобы испортить мой образ. Если это так, мы будем первыми, кто раскроет это обстоятельство, вызывающее сожаление сеньора. Но пока ваш сын останется в качестве задержанного. Количество наркотиков, которое было обнаружено, показывает на то, что они предназначались для продажи, а не для его личного употребления. Должно быть, кто-то подложил это в его вещи, разве вы не понимаете? Комиссар, да, Виктор, в чем дело? К вам пришли, проходите. Сеньор, я бы хотела выяснить, известно ли вам что-нибудь еще по делу Федерико Линареса? Ты сказала Федерико? Да, сеньора, но кто вы? Кто я? Кто ты такая, черт возьми? А ты должна быть та обестренница, которая хочет подставить моего сына. Ведь так? Нет, сеньора, вы ошибаетесь, это не я. Нет, это ты, я никогда не ошибаюсь. Так вот, выслушай меня внимательно и скажи это всем своим друзьям. Нет ничего в мире, что справится с Камилой Оливарес. Флора, Флора, иду, скажи мне, скажи мне, что случилось? Узнала что-нибудь о Себастьяне? Нет, нет, я вся на нервах, не могу себе представить, куда делся этот мальчишка. Боже мой, мне снова придется позвонить в консорциум. Ах, да, наверняка он Селикандр, конечно, позвони, позвони. Но я надеюсь на это, я звонила уже всем на свете. Я пришла на стадион, когда Себастьян уже ушел, даже тренинг не смог сказать мне, с кем он ушел. Алло, кто это? Привет, Мария Делалус. С тобой говорит Росаура Херон. Ты очень беспокоишься о Себастьяне. В данный момент я вижу твоего сына. Что вы с ним делаете? Если только с моим сыном что-нибудь случится. Успокойся, успокойся, Мария Делалус. Твой сын очень доволен. Себастьян, иди сюда. Поговори со своей мамой. Мама? Меня сегодня забрала мама Эстебана. Она просто супер, мама. Нам так весело. Я скоро приеду, ладно? Хорошо, хорошо, любовь моя, но не задерживайся слишком долго, хорошо? Передай трубку маме Эстебане еще раз. Надеюсь, она не разозлилась. Да. Дай мне трубку. Я слушаю. Верните моего сына немедленно. Я хочу его в моем доме сейчас же. Ему так весело, Мария Делалус. Ну, успокойся. Уж очень скоро мы приедем. Успокойся. Доверься мне, успокойся. Но она не может обвинять в этом Федерико. Он на такое не способен. Я его хорошо знаю. Не нужно этих дешевых шоу. Я знаю, что это все просто игра. Но все заплатят. Хорошо. И чего ты ждешь, Хуан Мануэль? У тебя что, нет крови в венах? Ради бога, кто здесь и должен прекратить истерику, это ты. Извините, комиссар, но здесь какая-то ошибка. Хоть бы так и было, но в его вещах нашли один килограмм чистого кокаина. Это что, какие-нибудь наркотики для медицинского использования? В таком случае я хочу увидеть своего сына, и на этот раз в качестве адвоката. Пока мы не найдем того, кто займется этим делом. Очень хорошо. С вашего позволения. Диарес, сеньор, проводи сеньора к задержанному Ленаресу. Мне тоже необходимо видеть Федерико. Послушай, это семейное дело. Я тебя не знаю, даже не хочу знать, поэтому езжись подальше от моего сына. Ради бога, ради бога. Оставь девочку в покое. Пойдем. Пожалуйста, сеньоры, пройдемся со мной. Извините. Но этого не может быть. Федерико не виновен. Я это знаю. Бог мой. Забирай своего сына, Марии Делалуз. Живого и здорового. Мама, я ел такой замечательный гамбургер и так много картошки. Я все съел. И что же мы будем делать с полником, который тебе приготовила Флора? Ты же к нему не притронешься. Ладно. А теперь мыться, потому что ты такой грязный. Давай, давай. Спасибо. Вы передадите от меня привет Эстеба. Ну да? Конечно, Себастьян. До скорого. Хорошо? Никогда больше не вмешивайте в это моего сына, сеньора. Я вас предупреждаю. Для меня лучше смотреть на него со стороны. Но я просто показала, на что способна, если ты только осмелишься открыть рот. Я только хотела быть уверенной, что ты будешь молчать. Подведи меня и увидишь Марии Делалуз. Ты откроешь рот, и твой сын исчезнет. Очень просто, Марии Делалуз. Доброго дня. Федерико, ситуация очень сложная, и нам нужна твоя помощь, чтобы суметь вытащить тебя отсюда. У меня большое желание оставить его здесь, чтобы он научился ценить все, что мы ему дали. Я тебя уверяю, что тот ад, в котором я нахожусь здесь, очень похож на тот, который ты устраиваешь мне дома. Ты слышишь его? Ты слышишь его? Не знаю, почему мы так из-за него беспокоимся. Беспокоитесь? Вы оба беспокоитесь из-за меня? Нет, нет. Насколько я знаю, ты всегда сомневался, что я твой сын. И ты всегда меня ненавидела? И то, что вы действительно беспокоитесь, действительно. Я уверяю, я легко могу объяснить. Слушай, вы просто не можете оставить сейчас без внимания то, что со мной происходит. Ради Бога, ради Бога. Я на грани. Я на грани того, на что меня провоцирует этот... На грани чего? Схоронить меня? Схоронить меня в море? Думаю, что будет лучше, если ты уйдешь. Да. Я думаю, что будет лучше уйти. Нам и правда здесь нечего делать. Я не пойду. Я остаюсь и разберусь с этим. Или, может быть, ты собираешься продолжать сочувствовать ему? Уходи. Офицер. Послушай, я знаю, что никогда не смогу залечить ту боль, которую я тебе причинил. Но я действительно могу помочь тебе сейчас, когда ты в этом нуждаешься. И я, даже если это будет последнее, что я сделаю в этой жизни, я вытащу тебя отсюда. Я думаю, что моя мать права. Тебе нужно оставить меня здесь. Я собираюсь вытащить тебя отсюда. И очень скоро. Я тебе уже сказал. Тебе всегда был вместе. Алло. Алло. Да, Мария Ла-Лус. Да, Мария Ла-Лус. Это я, Эстебан. Да, да. Я знаю, что это ты. Сожалею, но я не смог найти Алекандра. Я хочу спросить, могу ли я помочь тебе. Нет, нет, все уже разрешилось. Себастьян уже появился. И, ну, прости меня за то, что я тебя побеспокоила. И что же произошло с Себастьяном? Он ушел с друзьями. Я рад. Ладно. Полагаю, что ты пережила не лучшие минуты, так? Да. Да, очень ужасные. Но только не будь слишком строга к нему сейчас. В конце концов, Себастьян просто ребенок. И мы все когда-то были детьми. Делали что-то подобное. Ну, я так полагаю. Хорошо. И, Эстебан, спасибо за все. Извини меня еще раз за беспокойство. Это так сложно забыть тебя, Мария Ла-Лус. Очень сложно. Себастьян, иди сюда. Выслушай меня внимательно. Пусть это будет последний раз, когда ты так поступаешь со мной. Ты прекрасно знаешь, что ты не можешь уходить ни из бейсбола, ни из школы, с любым другим человеком, кроме Флоры, Алекандра или меня. Как это возможно, что ты ушел с незнакомой женщиной? Но она же наш друг. Она же недавно приходила сюда. И кроме того, она мама из Себана, моего супер-друга. Да, но в любом случае у тебя не было разрешения идти с ней, Себастьян. Конечно, была мама. Она мне сказала, что ты попросила ее встретить меня. Разве ты не помнишь? Ах, вот как. Ладно, ладно, остановимся на этом, окей? Потому что это никогда больше не повторится. Ведь так? Нет, очень хорошо. В таком случае давай забудем об этом и не будем никому рассказывать. Но только не Алекандра. Ему не нравится Эстебан. Откуда ты это взял, Себастьян? Он мне это сказал и сказал мне очень ясно, чтобы я не доверял Эстебану. И кроме того, что он может причинить нам вред. Но я не понимаю, почему, ведь он мне очень нравится. Ты уверен, что это то, что он тебе сказал? Конечно, мама. Я как ты никогда не обманываю. Очень хорошо. Послушай, я вижу, что ты подруга моего сына. Правда, большое спасибо за то, что ты поддерживаешь ему. Да, сеньор. Я очень хорошо знаю Федерико. И пусть говорят, что хотят. И даже обнаружили наркотики в его вещах. Я знаю, что он не имеет к этому никакого отношения. Да? Хорошо. Но это нужно доказать. Все указывает на него. Но скажи мне кое-что. Ты знаешь что-нибудь об этой девушке? Лауре, думаю, ее так зовут. Ну да, более или менее. Дело в том, что она работает в том же кафе, в котором работаю я. Там, где Федерико играет со своей группой. Вы помните? Вы там были? Да, конечно, конечно. Скажи мне, что ты знаешь о ней? Какие у нее друзья? Какие у нее были причины, чтобы обвинить Федерико таким образом? Не знаю. Может быть, ревность? Ревность? Ну да. Дело в том, что она положила глаз на Федерико, когда он начал работать в кафе. А он и... Ну он и я встречаемся. Послушайте, сеньор. Все, что я знаю, это что Лаура племянница какого-то типа, который работает на мать Федерико. Что ты делаешь, девочка? То, что видишь, Алекандро перешел с границей, тетя. И что он сейчас сделал? Пытался манипулировать Себастьяном против Эстебана. Манипулировать им? Как? Он сказал ему, что Эстебан хочет причинить нам вред. Можешь себе представить, это самое последнее, что я могу вынести. Поэтому сегодня же Алекандро покинет этот дом. Он вмешивает от моего сына, тетя. Я это ему не прощу. Он уходит, уходит. Привет. Что означает этот чемодан? Ты что, уезжаешь в очередное загадочное путешествие? Дай догадаться. Тадзи? Кто уезжает, так это ты. Что? Сегодня же вечером, Алекандро. Я не хочу, чтобы ты провел еще даже одну ночь в этом доме. Мария Делалуз. Мария Делалуз. Я думал, что ты человек намного более умный. Поэтому ты считаешься учительницей. Разве невозможно понять, что такое простое? Потому что я никогда... Слушай внимательно. Никогда тебя не оставлю. Сегодня же вечером, Алекандро. Есть гадости, которые я не могу простить. В таком случае поговори со мной, потому что я эксперт по прощению всяких гадостей. Чемпион, я... Чемпион, я... Ты даже не знаешь, как я рада видеть тебя здесь, Эстебан. Ты так красива. Тебе так кажется. Я старалась для тебя. Ну, проходи, проходи, пожалуйста. Не стой там. Мам, хочешь что-нибудь выпить? Я тебя обслужу. Как тебе? Нет, нет, нет. Кто здесь и обслуживает, так это я. Как всегда, правда? Ай, слушай, почему ты так смотришь? В этом доме ничего не изменилось. Все по-прежнему. Именно об этом я и думал, Исабель. Здесь все остается на своем месте, каждая вещь. Я не отдавал себе отчет, как здесь все мирно. Такой контраст с моей жизнью. Ужасом моей жизни, можно и так сказать. Но здесь есть одно правило, сеньор. Нет места грусти. По крайней мере, на сегодняшний вечер. Серьезно, Исабель? Я не отдавал себе отчет, насколько уютно в этом доме. Но в этом доме кое-чего не хватает, Исабель. Тебя? Почему ты это сделал, Александра? Почему ты это сделал? Прости, прости, чемпион. Ты не должен был этого делать, Александра. Моя мама слишком хорошая. Любовь моя, иди в свою комнату. Она самая лучшая в мире. Почему, Александра? Любовь моя, хватит, хватит, небо мое. Извини, извини меня. Я не знаю, как это получилось. Себастьян, любовь моя. Это то, что ты хотела, правда? Отдалить меня от Себастьяна? Не трогай меня. Я иду к своему сыну. И моли Бога, чтобы с ним ничего не произошло. И когда я вернусь в эту комнату, я не хочу видеть тебя здесь никогда больше. Оставь это, я это сделаю. Тебе не обязательно помогать. Нет, я хочу это сделать. Хорошо? А что, Ольга плохо себя чувствует? Нет, я отпустила ее на сегодня, но ничего не подумай. Я просто хотела, чтобы мы были одни, потому что... Не знаю, я подумала, ты будешь чувствовать себя удобнее. Кроме того, я предупреждаю, что ты будешь счастлив, потому что я сама приготовила ужин. Ай, бог ты мой. За мной хорошо присматривают. Не будь таким плохим. Я тебе этого не прощу. Пойду со стаканами. Между нами никогда не было ничего и никогда не будет. Поэтому, пожалуйста, не ищи меня больше. Алехандро и я женаты. У нас есть дом, и он стал почти отцом моему сыну. И я не хочу все это потерять из-за тебя. Ай, нет. Конечно, он думает о ней. Ай, терпение, Исабель, терпение. Эстебан? Извини, Исабель, я слушаю. Не знаю. С тобой все в порядке? Да-да, все в порядке. В чем дело? Нет, я спрашиваю, потому что думала, что ты думаешь о работе. Что-то тебя беспокоит. И ты так разнервничался, когда тебе позвонили сегодня в консорциуме. Кстати, Истебан, кто это был? Это была Мария Де Лауни, Сабель. Перевод Мульяна Игрета 69. Озвучка Мария. Специально для форума ТВ Навылаз и не только. Моя ненаглядная девочка. Конец 49 серии. Субтитры создавал DimaTorzok